МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваша главная задача – это вовремя доставить необходимый груз, ну и в хорошем качестве. Егор Борисов на своем ежегодном восьмом послании Госсобрания УТМЭН и общественности, и органам власти дал ряд поручений важных, в том числе и в сфере ЖКХ. Скажите, пожалуйста, вашей компании в этой части какова отведена роль? Ну, компания «Саганевтигазбыт» является хранильщиком для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Соответственно, мы должны обеспечить, безусловно, прием и выдачу нефтепродуктов для жилищно-коммунального хозяйства. Система обеспечения жилищно-коммунального хозяйства Республики нефтепродуктами на сегодняшний день меняется. В каких-то случаях переходит на уголь, в каких-то случаях на газоконденсат. Соответственно, мы подстраиваемся под эту структуру. Скажите, пожалуйста, какой объем был завезен в период 2017 года? Выполнены ли все объемы, планы? Ну, здесь посмотрите. Цифры можно назвать. Например, на 1 октября 2017 года мы можем констатировать, что завезено порядка 170 тысяч тонн. Важна динамика. Изменение динамики за истекшие, например, 3-5 лет, за текущую навигацию и текущий год в реализации. Мы видим, что основные тенденции ведут к снижению объемов реализации, соответственно, к снижению объемов завоза. С чем же это связано? Здесь несколько основных причин. Они и объективные, и субъективные. Мы меняем схему завоза нефтепродуктов в Республику Саха-Якутия. Это связано с приходом железной дороги, и мы сами к этому стремились. Если 5-7 лет назад мы завозили 240 тысяч тонн нефтепродуктов в навигационный период, то сейчас в этом нет необходимости. Мы растягиваем весь объем необходимых нефтепродуктов на этапы. Навигационный этап снизился значительно. Соответственно, снизилось привлечение кредитных средств, что влияет на общую экономику процесса. Здесь мы должны отмечать и второй фактор. Это развитие конкурентной среды в центральной части районов Республики Саха-Якутия. Безусловно, при ценообразовании на 2018 год мы будем учитывать эти тенденции при формировании тарифов на хранение в зоне действия железной дороги. Третьим фактором является изменение общей конъюнктуры рынка и развитие крупных предприятий Республики Саха-Якутия. Мы осуществляем хранение для крупных предприятий Республики Саха-Якутия. Вы сегодня упомянули ЖКХ, кроме этого, самый крупнейший наш хранитель – это компания «Алроса», другие компании. Все с целью экономии ресурсов сокращают объемы завоза на территорию Республики. Поменялась схема, происходит экономия ресурсов, снижается количество строек, запланированных на текущий период. Соответственно, это влияет и на необходимость в ресурсах. Поэтому общая тенденция на сегодняшний день по хранению нефтепродуктов и по объемам нашей компании, она отражает снижение объемов. Вот такие факторы. Скажите, вот наболевшим, конечно же, вопросом среди населения является вопрос цены на топливо, на бензин. То есть, вот 20 октября буквально компания ваша подняла цены на бензин в арктических районах. С чем это было связано? Ну, такой вопрос. И еще, если мы, допустим, храним ГСМ, то почему в зимний период повышается цена? Этот вопрос задавали неоднократно. Его используют в WhatsApp-менеджерах, в интернете. Мы уже давали ответ на данный вопрос. Вот, посмотрите. Мы завезли определенное количество нефтепродуктов в районы с ограниченными сроками доступности. Но ведь мы привлекли на это финансовые средства в банке. И те проценты, которые идут за использование этих финансовых средств, это является суммой, которая повышает их стоимость. Кроме того, в период хранения мы выплачиваем заработную плату, мы тратим электроэнергию. Это те факторы, которые влияют на изменение стоимости уже завезенных нефтепродуктов. Согласитесь, это объективно. Что касается первой части вашего вопроса по арктической группе районов и по изменению цен. Вы помните, мы рассказывали, что у нас существует три периода, в которые мы меняем цены. Логика – это на 1 января, когда меняются тарифы все. На 1 июня, когда формируется первый пакет документов по завозу в навигационный период. И по итогам навигации, когда мы имеем уже всю документацию по транспортным расходам, по сложившимся контрактам, то есть подведение таких итогов. Это обычно происходит 1-го, 10-го или 1-го, 11-го. В текущем году, учитывая то, что компания «Саха нефтегазбыт» еще и как государственная компания выполняет регулирующую роль, мы сдерживаем рост стоимости по определенным районам республики, но имея перекрестное субсидирование арктической группы районов, если взять фактически, то стоимость в арктической группе районов должна достигать 80-90 рублей за литр. И вот это перекрестное субсидирование, оно и требует от нас поэтапного повышения. В то же время мы прекрасно понимаем и ту политику, которую ведет государство для сдерживания стоимости практически всех услуг, необходимых жизненно важных товаров, в том числе, куда мы считаем входим, и горючие смазочные материалы. Поэтому, если взять фактически цены, которые мы должны установить по арктической группе районов, они отличаются от действующих на 12-14 рублей за литр. Но мы же не можем такую цену поставить. Вот и происходит изменение поэтапно. Мы сдерживаем здесь, потихонечку поднимаем там и будем менять, конечно же, ценообразование на юге республики. Как будут выглядеть этапы в 2018 году? Защищая стратегию развития компании Саха-Нефтегазбыт, мы вывели этот период практически на 5-7 лет достижения экономически обоснованной цены. При этом, я уверен, что совместно с руководством республики, с правительством республики будут вырабатываться механизмы, смягчающие и компенсирующие влияние этих факторов на наши потребители, на жители. Не секрет, что бензин Саха-Нефтегазбыт гораздо дороже, чем другие компании. С чем это связано? Ну, скажем так, за последние годы те изменения, та политика, которая прошла на уровне Российской Федерации с участием правительства республики Саха-Якутия, мы добились практически 80% поставок от всего объема, который завозит Саха-Нефтегазбыт, с компанией Роснефть. Это уникальное достижение, если вспомнить, что в 90-е годы весь рынок нефтепродуктов Российской Федерации был такой закрытый и достаточно, скажем так, опасный. Сейчас мы имеем прямые контракты с компанией Роснефтью, с компанией Российской Федерации, да и мировой. И те цены, те механизмы, которые существуют в ценообразовании компании Саха-Нефтегазбыт, они в первую очередь отражают изменения на внешнем рынке. Наценка компании Саха-Нефтегазбыт, она фиксированная. На год она утверждается и она не меняется. Соответственно, влияние акцизов, влияние изменения стоимости производства. Буквально два года назад введен техрегламент, произведено переоборудование массы заводов Российской Федерации. Мы перешли на топливо класса евро. И, соответственно, все это повлияло на его стоимость. Дороже, дешевле, но мы придерживаемся основного принципа – это качество. Где-то, возможно, существует выпуск с хранения ранее заложенных ресурсов, технологии смешения нефтепродуктов. Я не берусь оценивать. – Скажите, пожалуйста, пуск нефтебазового комплекса в Нижнем Бестяхе, как он повлияет на завоз, что изменится? Мы уже сейчас констатируем факт, что приход железной дороги в Нижнем Бестях, он уже сейчас два года влияет на изменение схемы завоза грузов в центральную часть Республики Саха-Якутия. Если раньше мы в период навигации завозили порядка 170 тысяч тонн только в навигационный период, то сейчас навигационная цифра – это 70-80 тысяч тонн. Остальное мы везем зимником, летом, через Нижний Бестях. За счет снижения объема партий, за счет исключения длительного периода хранения мы высвобождаем денежные ресурсы, мы снижаем кредитную нагрузку на весь процесс. Вот вам и основное конкурентное преимущество этого комплекса. Спасибо. Уже два года компания реализует программу доставки тарированных нефтепродуктов. Насколько она себя оправдывает? Насколько население заинтересовано в этом? И тут же возникает вопрос. По цене, допустим, что-то меняется или нет? Ну вот, посмотрите, в рамках проектов, которые реализует компания «Асаха-Нефтегазбыт», в первую очередь стоят не коммерческие такие интересы, а решения социальных задач, которые стоят перед правительством республики. Ведь вопрос о обеспечении нефтепродуктами труднодоступных населенных пунктов стоял давным-давно. Если раньше мы констатировали в рамках отчетов правительства, что 284 населенных пункта у нас не имеют ни АЗС, ни контейнерных АЗС, то сейчас порядка 80 из этих пунктов с вводом линии розлива тарированных нефтепродуктов стали рентабельным. И мы реализуем эту программу. Ежегодно порядка 1300 тонн мы завозим. И наша основная задача, чтобы стоимость в этих пунктах была точно такая же, как на АЗС в центрах районов. Игорь Юрьевич, благодарю Вас за беседу. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был генеральный директор компании «Асаха-Нефтегазбыт» Игорь Никитин. Оставайтесь на нашем канале, и мы всегда обсудим все самые важные темы. До встречи в эфире.